как все не вовремя эти раскопались а а нам бетон привезли в итоге лучшего варианта чем бетон привозить ковше и нашлось а и тут и киадес приехал и ездил джессик забирать с одного места на другое потом покажу час ним вот и короче ямку же выкопал здесь он навязали завязали ну из ковша буду лить туда бетон что делать как-то надо выкручиваться только там дыры сбоку есть сейчас какие-то палки загоним обломаем что делать надо работу выполнять ну приходится вот как-то так делать потому что все перекопано нельзя подъехать выходим из ситуации как модель посыпали там и . русал после открепит конечно ужасно сейчас подцепим на цепи это осечку так все выглядит подвязали почти опустили так ты сам сказал подожди ближе дальше подсказывайте пригоняем этого вольвика уже и трал подъехал едем гребстися в есово но вчера такая погода лялька была а сегодня просто задница дочь всю ночь шел но ужас чистого рода ужас конечно в этом плане честно говоря в таком недоумении я уже два дня нахожусь для того как мы осень и всю зиму здесь газ сложили или прокладывали ложат сами знаете что за щеку у меня такой вольваз это двести десятка ну и идет вода везде отсюда честно говоря здесь ну полметра яма мне нечего тут ровнять не надо как-то засыпать она все вода вот оттуда сверху идет она просто тупо все вымыло не откуда-то надо взять единственный момент что я сейчас попробую отсюда отсюда от края реки что нибудь подгребсти здесь по выбирать грязь и вернуть ее туда но это тупо займет хреновую тучу времени я вчера целый день в запаре был и сегодня еще такой момент ну лично то что меня допустим напрягает я не хотел на этом вольвике ехать потому что здесь сплошная буза там ногой наступил уже проваливаешься я вроде бы и не такой худенький но 22 тонны экскаватор на узкой гусли это здесь гусли полтишок то сколько даже это наш но 23 тонны 29 960 и плюс моя задница 23 тонны и я просто еду и после себя дикую колею оставляю там были моменты я не снимал я просто по саму башню засаживался как и сегодня там было не до съемок так как уже надо было моментально вылазить для того чтобы не утонуть и тоже цилиндры текут внизу под главным насосом было днище железное его вырвало нахрен я его в буст закинул в общем мне надо вот по прямой до угла и налево там где он вдалеке вывеска не знаю там видно балтиково написано здесь то участок прямой я здесь ни хрена не буду делать но именно этот прудик честно тупо устал от этого всего как оно мне уже оста миздило не знаю чья это нора но я полностью туда ушел с ногой не хочется мне встречаться с этими свирьками хрен пойми что там лиса не лиса но я в ахрене просто от этого всего гусля тоже забилась а благо взял с собой малого чтобы дома не нудился используем детский труд как раб силу вернулись и снова сюда сало спилс ту бочку которую закинула он уже воздушники эти все поставили я там пока в экскаваторе тикток листал что-то глянул блин смотрю уже даже и вывеску верши пригнали я не знаю будут они ее сегодня монтировать или нет но скорее всего это было бы логично чтобы они ее поставили все идет полным ходом я как обычно экскаватор не почистил любимые хейтеры заклюют до смерти все чистюли те которые экскаватор пылесосят кстати у меня вопрос к людям вот которые разную херь мне пишут скажите пожалуйста это ваша техника что вы ее так вылизываете или это фирменная если фирменная и на ней сто тысяч человек работают у меня вопрос к вам как вы вылизываете технику за другими ну понятно если вы пиздюлей даете своим напарникам и они все это смотрят чистят и вылизывают тогда понятно если они этого не делают и вы только один это все скажем так делаете дом короче масло масляное странно все дело это бурельщики тут у нас кстати бурят скважинку для нужд заправки уже он и в зданице растет электрики вовсю щеголяют завтра что то тоже будем делать покажите почему кто приперся на выставку позже всех это я экскаваторщики тут у нас сани а сторон этот малыш это кран на гусянке какой тоже сани на круге просто работал и просрал момент можно было все посмотреть пощупать посидеть янмары здесь для себе было я видел стояла погода конечно тоже такая уродская пока я был занят такой интересный грузовичок просто как ванна на колесах будто бы детский такой смарт снегоуборочный ну додумали же мама родная 29 тысяч евро стоит и вот такой скорее всего генератор на гусеничном ходу вот такое чудо встретил на выставке честно говоря даже не могу понять что это и для чего оно нужно кто шарит подскажите пожалуйста тракторщики маленькие у экскаваторы калмацу тоже к ним сейчас дойдем жаль конечно что времени не хватило для всего такой экскаваторщик сани на широкой гусли ну она просто мега широкая но по виду вот каких-то метр двадцать может полтора метра ну прям мега он широкий такой крепыш конечно что за серия сейчас скажу вот он такой двести пятнадцать это уже по идее тонн пятнадцать весит где можно найти его интересная такая выставка еще один с такой очень интересной насадкой в душе не знаю зачем она но что-то же она выполняет вот с таким ковшечком роторным вот мне его не хватает иногда при выполнении работ уже приехал геотекстиль будем сейчас резать забрал джисик едем такую мини аварийку делать такой чистенький засранный здесь вот на вирсе снимаем перекрытия новые еще привезли апрель снег хочется вздохнуть стоим ждем неясно чего неясно кого такая гирлянда горит да все очень красиво и одновременно печально удобно просто задолбался идти встал на ступеньки когда ты вот ленивый просто ленивый человек не ну так-то чутка резче быстрее конечно выходит просто я еще вангую что мне тут придется находиться чуть ли не сутки какой здоровенный чайно чайно сход харн какой-то черн но он и здоровый подлюка ай я просто в шоке пассажиры здесь семьи ой медвежья тушенка ужас на смотровой площадке гостиница минск можно прийти посмотреть тут конечно очень симпатично город видно весь как на ладони правда лист показывает что мы на третьем этаже ну это у него третий а мне кажется что мы на таком добром двадцатом погодка конечно сейчас где-то уже дождик льет красиво весь город видно всем большой привет короче мы начали снова работать снова в деле сейчас покажу что мы тут делаем вот такой у меня миник это вацкранеусон с развяжной гуслей тут такие у меня здесь три небольших ковша что я сейчас делаю я сейчас копаюсь точнее не копаюсь а сделал траншею под газ видите затопило так как здесь болотцы всякая разная элита решила что идеально строить дома на бывшем болоте здесь таки райончик такой бедный ну в общем я прокопался тут где лопата у нас будет врезка вроде бы все более чем легко и просто ничего не за нету за умного глубина здесь метр сорок вот такой у меня обычный экскаваторщик с помощью него и копаюсь а ребята мои уехали с которыми я работал на другой объект вот у нас 32 ничего такого сверхъестественного пока что буду показывать и другие объекты нахожу нахожусь в данный момент в Беларуси город Минск но этот объект не в Минске у нас мы чуть-чуть выехали за пределы и обо всем по порядку буду рассказывать что я где я и почему я здесь франшейку рыл мой сменчик ну тут все в принципе нормально единственное видите грунтовые воды высоко и вода уже трубу затопила не знаю как приемщик примет это или нет посмотрим в принципе я доволен всем люди воду закопали мама родная да там ну таких я не мерил но на вскидку два с половиной метра вообще стрела полностью насколько могла вниз жесть удовлетвориться все что все хорошо все оно дыр вода все что что это варим такие плети будем газ прокладывать чтобы понимать откуда это все будет происходить вот вдалеке он стал желтым значком наверху вот от него это километр будет общей длины раз испытаем новый экскаватор 38 тонн и лункин туда еще в сторону еще дальше будем рыться пока что навариваем и потом планомерно все будем копать принципе при хороших условиях то за неделю мы должны справиться также никто ничего не знает здесь куча всего и вода и электричество где она как она все все загадка